Продолжение следует... Я хочу поздравить вас, организаторов, за организацию такого хорошего мероприятия, такого масштабного. Я действительно впечатлена. И ваши коллеги в Украине, им повезло, что у них такой лидер в вашем лице. И теперь я начну презентацию. Можно презентацию? Это ретинопатия недоношенная. Итак, современные концепции в лечении острой ретинопатии недоношенных. Перед началом я хочу показать, где мы находимся. Доктор Лидвинчук и я, где мы, недалеко от французского аэропорта, легко попасть из Киева, через Киев аэропорт. Это, конечно, не реальный масштаб Гиссена, но я его увеличил. Это очень маленький городок, это очень маленький городок, 80 тысяч населения, но очень студенческий городок, почти половина населения. Это студенты, остальные рабочие, остальные специалисты, работают в университете, такие как доктор Лидвинчук и другие. И так же, несмотря на то, что это небольшой городок, у нас, по крайней мере, два известных человека, один – это Рентген, который первым написал рентгеновские лучи. Он родился в Гиссене, затем переехал в Гиссене, но сам он из Гиссена, родители его из Гиссена, и он был похоронен в Гиссене по его решению. И второй – химик, есть такой концентратный, он тоже работал в Гиссене, и его лабораторию до сих пор можно посетить. Поэтому, по крайней мере, две причины есть, чтобы приехать в Гиссен. Итак, говоря об рентгенопаде недоношенных, есть соответствующие классификации, соответствующие протоколы скрининга. Это очень важно, потому что недоношенность по-разному определяется сроком разных стран. И мы понимаем сейчас гораздо больше по патофизиологии. Действительно, очень важно предупредить это заполивание, есть протокол, соответствующий этого лечения, применяется лазер, и также в последнее время антибиотики, кратко, классификация по стадиям и зонам. Изначально определялась как стадия от 1 до 5 зоны, от 1 до 3. И есть такой же феномен, который вовлекает, по крайней мере, двух квадрантах ретинальной еды. В 2003-м появилась соответствующая классификация ЭТРОП, она теперь говорит о первом и втором типе. Первый тип означает первая зона любая стадия с плюс-заболеванием, третья без плюс-заболевания. И вторая стадия, и третья с плюсом в Германии. Итак, позже агрессивная РН была определена, это форма быстро прогрессирующая. Если раньше лечить, то трудно определить такую агрессивную РН. По прогрессивным причинам, когда используются линзы 28 диоптрии и небесочное ограничение воскалоризации, это первая зона, первая зона определяется как двойное расстояние до фовиальной, до фовиальной. Фови очень трудно определить, особенно на недоношенных, в глазах недоношенных апплодисментов. Вот на этой визуализации края сосуды очень четко визуализируются, и это очень полезно. Классификация первой зоны была изменена в результате исследований, которые включались только в стадии первой зоны, когда она визуализировалась в височной зоне. Если перейти к изначальному определению, то будет высокий или относительно низкий процент. И различные исследования по-разному к этому подходят, поэтому в определенных исследованиях получаем относительно низкий процент по заболеванию других высокой. Есть еще классификации, есть дополнительные расхождения классификации по ПЛСК, несколько лет назад, когда она повторялась позже другими исследованиями, которая показала, что нет консенсуса по заболеванию, то есть это плюс, от которого зависит руководство к лечению, поэтому это серьезная проблема. В зависимости от классификации, то заболевания будут варьироваться и показания к лечению. Опять, от центра до центра могут быть, между разными центрами могут быть разные показания. Конечно, нужна визуализация, если мы хотим говорить об одном и том же. Визуализация — это также потенциал телемедицины, зависит от наличия ресурсов для исследования, и она дает хорошие шансы недоношенным младенцам. Имеется возможность многоцентрового исследования и исследования как такового. Также очень важно обсуждение экспертов и улучшенное обучение и обучение к воспитанию родителей. Вот таким образом выглядит дно глазного яблока. Но сосуды здесь трудно различимы. Но на FFA вы понимаете, что это очень драматическое заболевание. Не только виден центр, край восклиризации, граница восклиризации, но даже внутри восклиризации зоны имеются авоскулярные зоны. И, конечно же, это будет сыграть важную роль, когда мы говорим о прогнозе. Для меня очень важно проводить это. Легко это делать, когда есть соответствующее оборудование. Можете почитать по дозировке в соответствующей статье. Все педиатрические нейронеонатологи, я сказал, подтверждают, что нет риска аллергии в этом возрасте. Мы с радостью проводим эту процедуру. И доктор Кун вам покажет определенное количество таких обследований. Для тех, кто хочет больше детали, есть ссылка на соответствующую статью. Есть много характеристик, которые также описывают это в центре, потому что может быть центральным увлечением. Я вам покажу соответствующие изображения. И ОКТ может играть роль для прогнозов по поводу исхода зрения. И мы должны собирать данные исследования. Говоря о патофизиологии, сейчас признано, что гипоксия – центральный фактор, начальный стимул, который сначала индуцирует производство гипоксии индуцированного фактора, а затем этот фактор стимулирует производство ВГФ, повышенное физиологически, а также на физиологически высоких уровнях. И, как видите, на верхней картинке ВГФ необходимо для нормального развития сосудов, но ВГФ может быть также плохим, потому что при этом может получаться повышенное патологическое развитие. Сосудов и появление неовоскоперизации. Поэтому нужно предотвратить такую патологию. В 2011-м было проведено первое рандомизированное исследование, которое сравнивало лазерную терапию с антивичев терапией. В этом исследовании была задана новая зона. Задняя зона, которая определяется тройным размером дамокрию и разделяет вторую зону на переднюю и заднюю. Для этих первой и третьей зоны их охватывало это исследование. Для зоны 1 было показано, что антивичев было применено, а для второй зоны неубедительными. Оказались эти данные. И вот эти данные более подробные. Эта группа насчитывала 30-35 детей. Достаточно большое количество, но все-таки ограниченное по силе исследования. Один прогноз был достаточно превосходящим. И также было показано, что рецидивы, особенно поздние рецидивы антивичев терапии, встречаются и происходят все-таки. Рецидивы гораздо позже происходят после антивичев, чем после лазерной терапии. Это необходимо помнить. Поэтому необходимо наблюдать долгосрочность этих детей. И вот, к примеру, мы лечили этого ребенка с центральной очень агрессивной рецидивной рецидивной. И был такой рост сумок. Но через 11 недель после лазерного рецидива наблюдался серьезный рецидив. В этом случае, конечно, мы предпочли лазерную обработку рецидивной. Потому что нельзя ожидать в каждом случае, что будет происходить полная лазеризация на периферии с ростом этого ребенка. И гораздо труднее будет тогда уже. В этом состоит наша концепция. Вот случай. Вы видите, дно газного ярмака. Мне очень четко видны эксцидаты. Это случай после лазера. Зона периферии тем не менее. Это изображение показывает, что, хотя с начала хорошее задание по сосудам, мы видим пролиферацию периферическую по шкарам лазера с кровотечениями. Также при лазере имеются вот такие последствия. Мы паранализировали наши данные по антидичевтерапии, рассматривая степень воскоперизации на периферии. И, как видите на этой таблице, 4-4,5 достаточно удовлетворительно было бы. Ну, например, на регионах номер 5, у него только в передней зоне 2. Это неудовлетворительно. Необходимо наблюдать дальше. Рассматривая другие исследования, исследования битров из Тайваня на Тайване, и они используют тоже дозировку по каплям, соответствующей дозе на каждый глаз. То есть полная доза составляет дозу. И, как все понимают, это может быть слишком высокая доза. И также дети из Тайвана после мониторинга обнаружился высокий процент рецидива. Но это проблема статистическая, я думаю. Есть исследования с США и наше собственное исследование. Мы всегда используем половину дозы по сравнению с этим исследованием. Отсюда можно видеть, что их проблемы, соответствующие возникали в состоянии 1. И агрессивная задняя рецидива на пахе не только един. Не только отсюда, но и из другого исследования, как видите, более долгосрочные результаты отдалённые показывают, при наличии агрессивной ретинопатии прогноз не настолько хороший. 35-40% рецидива. У 35-40% рецидива. То есть агрессивная хорма наиболее трудная. И некоторые даже самостоятельно выполняют. И поэтому очень важны проведение других исследований. И так же исследовались уровни ВГФ, сыворотки. Опять же, бывает, зумат. Видите, снижение. Но уровень сыворотки недостаточно надёжное измерение. Надо смотреть в тромбосцитах уровень ВГФ. И вот этим пяти детям до терапии это искусственно повышенная проблема. Лучше всего было бы измерять уровень в плазме. И с этим у нас до сих пор проблемы. Ещё одно исследование. Что здесь интересно, что в этом исследовании низкодозовый препарат не давал значительной разницы по уровням сыворотки. Конечно же, все думают, на какой низкодозовый мы можем опуститься с блокадов ВГФ. Вот это исследование интересное в США. Они спросились до 5% от изначальной дозировки. Но, пожалуйста, отмейте, что очень небольшое количество, участвовавших в этом исследовании, они видели регрессию. Но, опять же, напомню, это было только после 4 недели. Поэтому мы должны быть очень хорошим. И альтернативно, конечно, можно использовать ранний бисумаб, и я к этому еще раз. У нас, конечно же, имеются и отсчеты заключения по неврологическим результатам, последствиям. Нерологические проблемы. И так само их количество настолько небольшое в описании, что мы не можем сделать значимое заключение. необходимо тысячи детей наблюдать тщательно для того, чтобы получить убедительную статистику по этому вопросу. Теперь говоря о раннем бисумабе. Это не рандомизированные, но относительно рандомизированные, потому что дети были недорушены. Это исследование Эрла от 29-15, и мы видим, что больше рецидивов было на раннем бисумабе. Принципе понятно, потому что длительность его меньше остается в сыворотке. И недавно было также рандомизированное исследование, но сравнение не с лазером, а просто две дозы ранний бисумаба исследовались, и данные опубликованы. И когда мы смотрим на выводы, то там сказано, что низкодозовый ранний бисумаб эффективен для лечения РН, и это прекрасно. Но уровень плазмы мы не могли бы измерить. У всех детей, когда мы посмотрим на реальное значение, то мы видим, что это небольшое исследование в ходе мультицентровое. То есть низкая доза, на низкой дозе были 10 детей, на высокой 9 детей, и когда мы смотрим на зону 1, то только 5 глаз было, которые получали ранний бисумаб, и 3 глаза – 0,2 мг. То есть тут очень мало случаев, чтобы делать какие-то заключения, выводы, нужно больше данных. И есть еще одно исследование, Рейнбол, проведенное на Вальтис. И это исследование, возможно, будет иметь… Проблема в том, что оно очень мультицентровое. Там очень много центров, то есть центры со всего мира, со всех стран, и очень мало случаев в каждом из центров. То есть мы понимаем же, что различаются риски для недоношенных детей в плане рейтинопатии. Поэтому тут будет сложно заключить что-то по ранний бисумаб, бисумабу, бисумабу. То есть на самом деле тут все-таки будут оставаться проблемы, вряд ли у нас будут окончательные результаты. Ну и последнее, что я хочу сказать, это исходы по преломлению света. То есть меньше миопии. Мы можем иметь на антивиджеф, то есть мало, опять-таки, данных. И когда люди переходят из Крио на лазер, то на лазере говорят, что, скажем так, миопии меньше. Но это не так. И если мы берем те глаза, у которых произошла отсек от сетчатки, там мы ничего не скажем. Слишком мало, опять-таки, случаев. Ну и, конечно, может быть, рефрактивные исходы будут меньше миопии на антивиджеф, но это еще рано говорить. И в Германии, наверное, вот вас интересуют цифры, статистика показывает, что где-то две трети детей недоношенных лечатся антивиджеф и одна треть лазером. В ГИСМИ мы не так делаем. Я думаю, что нет достаточно данных, чтобы действительно использовать антивиджеф в задней зоне. Я думаю, все-таки лазер в этой зоне имеет большее значение. И не знаю, осталось ли у меня время, но я могу пропустить некоторые слайды, но у меня, я смотрю, немножко времени еще осталось. И благодаря доктору Лубомиру, который уже с нами сотрудничает два года, витроктомию мы начали делать стадии 3А и В, 4А и В, извините. Для пятой это еще не убедительно. И, конечно, это намного более кпереди идет эта проблема. Ну, то есть лечение в таких глазках недоношенных детей и возраст, вы видите, и это, в принципе, проблема. Можно вас плавно исследовать, и нужны очень опытные анестезиологи, для того, чтобы, конечно, не подвергать ребенка риску, чего у нас нет, но что уже обсуждается, и это как преимущество эндоскопическая витроктомия. У нас этого нет. В Германии, по крайней мере, у нас, мы ведем обсуждение с отделением стерилизации, что то, что у нас сейчас есть, это как бы не может стерилизоваться, и для каждого ребенка нужен новый зонд, а это тысячи, да, то есть мы не можем себе пока что этого позволить. Но я знаю, что в Мурфилдсе в Лондоне это используется, это делается, и мы бы были заинтересованы тоже это делать, но нужно просто решить эту проблему, и компания работает над этим, и чтобы разработать систему, которая бы нам делала стерилизацию. Ну вот это, это такая классическая стандартная 27-го размера постпланарная витроктомия. Вот мы видим 44 недели постменструального возраста ребенок. Ну, в принципе, тут можно назвать стадии 4А, уже сетчатка поднята, и уже идет, распространяется процесс в фавео, в центральную доянку, под ямку. Ну, и время уже для того, чтобы как бы планировать хирургию, и через 4 недели, как вы видите, заболевание прогрессировало, и в этом случае мы провели… Любомир, на самом деле, сделал операцию, и вот мы сейчас хотим запустить видео. И я только что получила недавно имейл от коллеги, которые направили нам этого ребенка, сейчас ребенку около года, все нормально в обоих глазах, умеренная миопия, кстати. Мы начали эксклюзионную терапию, хорошо она как бы работает, не достигли еще, конечно, необходимой страты зрения. Цель, то есть не убрать все стекловидное тело. Первая цель – не сделать дырку, потому что когда так случается, и об этом другие пишут, что на этом все заканчивается. То есть пролиферативная реценопатия развивается с отслойкой сетчатки, если не осторожным быть. И, например, убрал в центре стекловидное тело, и вы видите уже, когда он идет к периферии, опять-таки вам нужно обходить сосуды. Естественно, сетчатка, видите, она пошла очень глубоко в стекловидное тело. Это от заднего колеса мы убираем. И очень важно, что у ребенка еще до этой трактомии была лазерная терапия, потому что иначе прогноз был бы намного хуже. Возможно, вы бы хотели непосредственно прокомментировать работу, потому что вы – это хирург, а я просто стою и показываю. Это самое главное. Мне еще необходимо показать, что доступ есть темпоральный, мы перестали використовывать троакары, потому что есть риск пошкоджения лидзи. Но речь в том, что мы увидели в обеспечении лимбу 1,5 мм, когда у ребенка есть после лазерной терапии, можно спокойно отступать 2 мм и узнать, что там сколько есть после крови или лезера, и меньше риск пошкоджения кристаллика. Две основные методы – не сделать разрывы и не торкнуться кристалликом. И, как Лондонская школа Муфилдии в Лос-Анджелесе, наша мета – только выделить тракцию, и вы видите, что мы выделяем только темпоральную тракцию, то есть мы не делаем обычной литректомии, субтитальной или какой-то. Мы просто выделяем тракцию, где она есть, как вы обстежили перед операцией. И это такой способ малой инозировки. Это очень малая операция, продолжается швидко, 20 кг. И я закончу. Итак, это, опять же, для ребенка предсерктура, и потом, я думаю, 4-6 месяцев после. Вы можете видеть, что муфилдия, муфилдия, и, конечно, есть еще немного элитра, но тракция была очень эффективно и выделяем. И вот здесь, и вот здесь, где есть лимитректомия, и это было сделано. Таким образом, нет прогрессивания, и, как я сказал, мы просто получили маилы, что ребенок будет хорошо, и в 1-м году, и операционная терапия работает, и я думаю, это было очень эффективно, в этом случае. Таким образом, я не буду показывать видео, но только циркулярный рыч, который вы можете видеть очень хорошо на альтразуме. Я продолжаю это. И это, после операции, вот вы видите край этот, и все-таки поднятый, но тракция убрана, и вот уже прошло 7-8 месяцев стабильная ситуация. Я думаю, что эти два примера очень хорошо показывают, что витректомия работает, и я думаю, что именно эта операция менее травматизна, и вот для макулы лучшие шансы на витректомию. Ну и что можно сказать в итоге. Основной клинический базовый диагноз это не полная еще информация. Я думаю, что с помощью ФА, и вот как только у вас есть эти снимки, даже если нет этих снимков, по глазному дну, вы можете увидеть, есть ли эксудаты, зоны неовасклеризации, все равно вы это будете видеть. То есть это то, на что вы хорошо обращаете внимание. То есть очень хорошо, скажем так, задняя зона, она подается лечению лазером и блокатором ДВГФ. Ну, есть еще некоторое сообщение о полной отслойке сетчатки. Потому что пациентам не нравится стресс для ребенка, а чем больше стресс для ребенка, то есть они считают, что если смотреть ребенку, обследовать глаза, что это делать с глазами, что это для ребенка стресс. И поэтому эти родители часто уходят, и они не понимают, что это еще хуже для их ребенка. то есть в этом риск. То есть если есть антивиджеф терапия и есть персистирующая все равно остается зона на периферии, тут мы идем на лазер. То есть на лазере тоже лучше контролировать процесс, может быть некоторая пролиферация, которая может приводить к некоторым кровоизлияниям в стекловидное тело. И то есть не могу не подчеркнуть, что для нас РН очень большая проблема, и дети рождаются все раньше и раньше, и мы все больше и больше будем видеть вот такие случаи ретинопатии. И, конечно, нам нужно больше данных по поводу специфических конкретных блокаторов антивиджеф. Теоретически, может быть, ранебезумаб может иметь преимущество перед другими, в скроме, потому что у него меньше из сыворотки крови, но есть, скажем так, риск рецидива, это вопрос открытый. Но если это стадия 4А or то лучше делать витректомию. Если, конечно, есть прекрасный хирург, спасибо большое за Ваше внимание. Субтитры создавал DimaTorzok